Как уже было сказано, про Арктику очень важно говорить, потому что она больше всего страдает от глобальных изменений климата, как вы наверняка все знаете, но я напомню, она теплеет в два раза быстрее, чем в среднем Земля, а теперь по некоторым подсчетам даже в четыре раза быстрее. И это важно, потому что одновременно там тают ледники, и эти процессы опять ускоряются, то есть и Арктика вносит свой вклад в ускорение изменения климата. Важно, что на этот регион очень сильно влияет Россия, как одно из восьми государств, которые там находятся, при этом у России больше половины береговой линии Северного Ледовитого океана. И опять же, и Арктика для России важна, это, наверное, уже следующий слайд, потому что в Арктике для России девять регионов, почти четверть территории, и, что особенно важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, 10% ВВП, то есть экономики. Почему так? Как вы, конечно, догадываетесь, у ресурсной страны очень важно, где находится газ, а в Арктике сосредоточена большая часть добываемого газа, значительная часть нефти добывается именно там, почти все алмазы, почти все редкие редкоземельные металлы, золото, серебро, платина тоже есть в нашей Арктике, и это, видимо, следующий уже слайд, что я вам рассказываю, вы можете посмотреть цифры, да. Ну, собственно, обозначив вот то, что там есть, мы уже как бы примерно понимаем, о каких компаниях сейчас пойдет речь, потому что то, что есть, то и создает риски, приводя туда добывающие компании и заставляя их извлекать все это из недр. Следующий слайд. И вот они, те, у кого есть активно сейчас проекты в Арктике, это, конечно, нефть, и, например, у этих компаний они должны, ну, то есть они попали под санкции, как с точки зрения запрета на ввоз высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающих, газодобывающих компаний, но пока это не сказалось ни на их деятельности текущей, ни на бюджете Российской Федерации, как вы, возможно, тоже знаете. У нас было сначала, уже год почти у нас на Россию наложены санкции на поставки нефти в Евросоюз с февраля нефтепродуктов, действует так называемый нефтяной потолок, но и это все, казалось бы, дало какие-то плоды, когда в мае все говорили о том, что наконец-то у России там заканчиваются деньги и разрыв между бюджетными доходами и расходами достигал, превышал 3 триллиона рублей, 3-4 было в мае, но сейчас оказалось, что никто не понимает, как это работает, все эксперты, которые пытались таким образом победить Путина, кажется, не смогли пока этого сделать, потому что по последним данным Минфина за январь-октябрь у России дефицит бюджета сократился в 3 раза, и там типа в районе 1 триллиона, что очень мало, ну что значит, что деньги у России на ведение войны остаются, благодаря вот этим вот компаниям, благодаря в том числе тому, что они делают в Арктике. Роснефть. У нее суперпроект в Арктике, это Восток Оил, он претендует на статус крупнейшего нефтегазовой отрасли, это 52 лицензионных участка, 13 месторождений, и здесь инвестиции продолжаются, собиралась еще раз нефть здесь делать газ, добывать и сжижать газ природный, но вот сейчас, как вы, я все время говорю, как вы знаете, потому что мне кажется, что то, что я знаю, знают все, но недавно были введены санкции на другой проект, другой компании по сжижному природному газу, это Арктика с ПГ-2, Новотека, и кажется, что сейчас пошли более активные разговоры о том, что вообще нужно отказаться, так же, как от российской нефти отказалась Европа, так же, возможно, следующим будет сжижный природный газ, поэтому, возможно, здесь Роснефть и не будет эти проекты развивать, во всяком случае, больше новостей, пока не слышно про них, и вот так, наверное, пока сказались на ней санкции. У «Газпромнефти» тоже знаменитая, ну, из примеров того, что она делает, можно привести знаменитую нефтяную платформу «Приразломная». Это единственная платформа, качающая нефть на арктическом шельфе российском. Она, мне кажется, все экологи ее помнят по протестам, которые она вызвала еще на стадии обсуждения, на стадии, когда притаскивали эту платформу, там «Гринпис» пытался ее чуть ли не канатами удержать, чтобы ее не довезли до места, а «Биллона» еще в 2011 году говорила, что невозможно с точки зрения экологических рисков, такой проект существовать не должен. Нет, его запустили, он существует, приносит прибыль, все нормально, но вроде бы он должен прекратить свою работу в 2038 году, и если до войны были рассуждения о том, что есть какие-то планы его как-то продлить, то вот уже полтора года нет новостей про это тоже. У «Газпрома» тоже есть проекты, которые он не собирается там прекращать, а наоборот развивает. Он строит, объединяет с двумя крупнейшими месторождениями третье, вот-вот оно должно выйти и проект заработать. У «Новотека», как я уже говорила, два проекта по сжижению природного газа. Это «Ямал-СПГ», который в прошлом году серьезно нарастил поставки в Евросоюз на фоне отмены. в общем, после того, как вышли из строя северные потоки и была прекращена поставка обычного трубопроводного газа, таким образом выросли закупки СПГ. Ну, наверное, из какого-нибудь другого сектора можно взять «Норникель». И это компания, которая тоже пока справляется с санкцией, но она и практически никак не затронута ими. У нее небольшое снижение по 2023 году по выпуску меди и никеля. Ну, они это объясняют тем, что у них просто заводы там ремонтировались или что-то. Ну, в районе 4-9%. Итак, мы очертили примерный круг подозреваемых. И можно, наверное, показать уже следующий слайд. И здесь я как раз обращаюсь к работе Ксении Вахрушевой, которая проделала гигантский анализ сведений Росприроднадзора, который собирает отчетность компаний по собственным выбросам и загрязнений, и углекислого газа, и КСО2-эквивалента. И здесь вы видите, собственно... А, нет, вы не видите почему-то, да? Вы не видите нашего второго. Сейчас. То, что белое на белом? Да-да-да, белое на белом. Там видно, там, 1934... Да-да-да, 1934 тысячи тонн. Это получается... Почти 2 миллиона. Да, почти 2 миллиона тонн выбросил загрязняющих веществ норникель. И это второе место. Абсолютный чемпион по загрязнениям получился Газпром, у которого и большие выбросы углекислого газа, парниковых газов. Это 37 миллионов тонн. И загрязняющих веществ, он даже превышает норникель, тоже больше 2 миллионов тонн, 2,4 практически. Ну, как видите, не отстает и лукоил, и большие выбросы парниковых газов у Новотека. Но, в принципе, это... Я так понимаю, это разные отрасли. 9 крупнейших предприятий, у которых есть 30 промплощадок, на которые приходится самый первый класс опасности, и которые занесены еще и в перечень предприятий, которые наносят наибольший вред окружающей среде. И все это в Арктике. Ну, вот если посмотреть на эти выбросы Газпрома, то окажется, что из этих 30 арктических предприятий 45% выбросов — это только Газпром. И норникель — это еще 37, имеется в виду, загрязняющих веществ. И здесь я хотела бы чуть так же... Следующий слайд, пожалуйста, остановиться про норникель, почему мы о нем говорим, и раз у него меньше, чем у Газпрома, выбросов. Но дело в том, что у норникеля, как вы видите, они сосредоточены в одном городе практически. Это Норильск. И это делает его одним из самых проблемных городов России. Это другая немножко статистика. Здесь я нашла свою прошлую статью, которую делала как раз для Ави Таймс. И там была программа в России про чистый воздух в наиболее загрязненных городах. И вы видите, что у Норильска при меньшей площади и меньшем населении самые большие выбросы. И была самая тяжелая обстановка. И вот мы видим, что, когда я эту статью писала, в 2020, наверное, году были, значит, отчетность за 2019, это было 1,8 миллиона тонн загрязнения. А сейчас мы видели в таблице у Ксении за 2021 год 1,9. То есть за время, которое прошло, ничего не улучшилось, только ухудшается обстановка. Но, возможно, что-то изменится в будущем, потому что Норникель обещает запустить серную программу. Это как раз по улавливанию серы выбросов в воздух. Но он выбрал... Ну, во-первых, он мог бы это сделать давно. Они рассматривали еще в 2018 году... Патанин объяснял, почему он не может позволить себе более дорогой проект, и почему они будут делать более дешевый, который сократит выбросы не на 75%, а на 45%. И вот с тех пор они его делали, и только сейчас объявили его запуски. Это значит, что результаты будут в следующем году... Ну, начнут проявляться, и в 2025-м, возможно, выбросы будут меньше на 45%. К, по-моему, 2015 году они там сравнивают. Давайте следующий слайд. Тут я решила добавить. Этого нет в наших статьях, но поскольку... Да, поскольку наша тема влияния полномасштабной войны в Украине на Арктику, нужно сказать, что не только промышленные предприятия загрязняют, и не только санкции влияют, и там желание российских властей получить дополнительные доходы бюджета, и поэтому извлечь как можно больше недр при минимальных инвестициях на очистку влияют. Но также есть еще один прекрасный проект, это спецстрой, который примерно с 2014-2015 года начал особенно активно строить и военные базы, и поселения для сотрудников. Примерно 475 объектов построено в Арктике России, это и проживание, и какие-то базы, и в том числе 13 аэропортов. И просто понятно, что здесь несопоставима нагрузка на окружающую среду, если смотреть по выбросам и как в промышленных предприятиях, но с другой стороны, если это гигантские стройки, и если представить, что в условиях вечной мерзлоты там даже от колеи след затягивается полвека, то здесь можно... Никто этого не считал пока, но можно, наверное, представить, какой урон нанесла вся эта гигантская... Вот для масштаба тут представлена гигантская стройка в Арктике. Следующий слайд. Да, несмотря на санкции и некоторые проблемы с оборудованием, российское правительство не собирается сворачивать никакие проекты, и промышленные компании тоже, как вы поняли, не собираются этого делать. Количество выданных лицензий на освоение месторождений растет. Давайте в следующий слайд. Можно убедиться, что вот так примерно выглядит Арктика на самом деле. Все привыкли при слове Арктика представлять заснеженные белые девственные просторы, на которых гуляют белые мишки. Нет, на самом деле это давно уже ресурс для большой, тяжелой и не очень чистой промышленности. И давайте следующий слайд. Вот это газ. Тоже для масштаба, просто чтобы вы понимали, как это все выглядит. И, наверное, в заключении я хотела бы сказать, что, конечно, промышленность есть в любой стране, и экономика не может развиваться без нее, и никто пока не отказался на 100% от ресурсов, и качают везде и газ, и нефть, и делают это с большим или меньшим успехом, чистое, либо нет. Но что важно, и давайте, пожалуйста, следующий слайд, это чтобы была обратная связь и был какой-то контроль, чтобы был сдерживающий фактор. И вот одно из последствий войны и усилившейся цензуры, и усилившегося, раскрутившегося маховика репрессий, это то, что Россия осталась фактически без этого сдерживающего фактора, и теперь мы можем только здесь, находясь в прекрасном Вильнюсе, говорить о том, кто загрязняет Россию, но никак повлиять мы на это, наверное, уже не можем, потому что голос все тише, и он оказывает все меньшее влияние. Разные есть по счету, разные есть по запасам. Если я правильно поняла вопрос, насколько осталось ресурсов у России, разведных запасов, выкачанных запасов, сколько лет еще может Россия качать? Есть очень разные подсчеты, от 15 лет до 50, но опять же тут нужно смотреть на экономическую составляющую, когда можно будет ее, ну, пока это будет окупаться, то будут добывать, там есть еще трудноизвлекаемые запасы, то есть могут до них добраться. Если бы работал нефтяной потолок, то, возможно, было бы и то, что есть, не стали бы выкачивать, но, к сожалению, он не работает.